Как я радуюсь то, что у нас среди монет не только серебряные времена Екатерины, но вот с ее изображением есть портрет и Приднестровского банка, который выпустил вот такую вот пластиковую монету, даже не металлическую и не бумажную. Вот именно пластик, посвященный деятельной участии в Приднестровье Екатерины II во время ее правления. Очень-очень много в тех местах Молдавии, Валахии было пролито крови, так скажем, чтобы эти места были свободны от врагов. Что как бы вот поэтому и Екатерине II посвящена была монета. Такая пластиковая монета. Ну что ж, так, чего ради мы вдруг ее вспомнили, Екатерину II? Дело в том, что вот Екатерина II, укрепляя свою личную власть, ища популярности, осуществляла активную реформаторскую деятельность. Одним из основных направлений формирования стала социальная политика, как сейчас говорят. Среди просветительских мер, в которых императрица хотела бы быть на уровне века, создание воспитательных домов, женских институтов, благотворительных учреждений. И вот одним из таких учреждений стал Смольный институт благородного девица в Санкт-Петербурге, учрежденный указом Екатерины II. Вот как раз 5 мая в 1764 году, когда она только-только-только вот взошла на престол, так скажем. Институт благородный их девица разместился в Смольном монастыре. История вообще Смольного монастыря восходит в правление императрицы Елизаветы. Именно она, желая завершить свой земной путь в тиши и покой, приказала построить на этом месте монастырь для благородных девиц, предполагая, что сама станет настоятельницей. А название Смольный уходит ко времени основания Санкт-Петербурга. Тогда это место отвели для Смоленого двора, где хранили смолу, варили деготь для нужды адмиралтейской верфи. Тогда название Смольный и закрепил за этим местом. Вообще Смольный институт благородный девиц стал первым в России привилегированным женским среднеобщеобразовательным учебным заведением закрытого типа для дочерей потомственных дворян. Около 200 юных дворянок с 6 до 18 лет получали всестороннее образование, а лучшие воспитанницы определялись в придворную службу. То есть становились фрейлинами царствующих особ. В программу входило обучение по предметам, закон божий, французский язык, арифметика, рисование, история, география, словесность. Кроме того, девицы обучались танцам, музыке, светским манерам, рукоделию и домоводству. Обучение продолжалось 12 лет и делилось на 4 возраста по 3 года каждый. Ученицы были обязаны носить форму, платье определенного цвета в младшем возрасте кофейного, во втором синего, в третьем голубого и в старшем возрасте белого. По окончании института 6 лучших выпускниц получали шифр «Золотой вензель» в виде инициала императрицы. Некоторые воспитанницы становились фрейлинами двора. В 1765-м при Смольном институте было открыто учебно-воспитательное учреждение для девиц в других сословиях, кроме крепостного крестьянства, где они получали элементарную общеобразовательную подготовку и обучались домоводству. Создание Смольного института положило начало женскому среднему образованию в России вообще. К XIX веку институт стал замкнутым привилегированным учебным заведением, в котором особое предпочтение отдавалось всему иностранному, воспитанницам прививались светские манеры, набожность, сентиментальность и преклонение перед царской фамилией. Вплоть до 1917 года институт составался одним из наиболее консервативных учебных заведений. В 1917-м институт был закрыт, а после Октябрьской революции в Смольном сформировалось новое правительство. Совет народных комиссаров во главе с Владимиром Ильичем Лениным. И с тех пор это здание занимает различные структуры власти. Больно уж он власти понравился. Аура, видать, там такая чистая, светлая, невинная. И вот имеется там же ряд музейных экспозиций, отражающих всю историю Смольного института. Вот такое у нас на сегодня событие. Образованные умные девицы не берутся откуда попало. Их надо воспитывать, учить. И вот как раз на такой случай был создан Смольный институт Болгородный и девиц. На этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание. До свидания.